Хороводится с крайне правыми политиками. Ну, я не знаю, ты телевизор часто смотришь, не часто. Я вот постоянно смотрю, и там, например, какая-нибудь Мари Лепен, это крайне положительный персонаж, которая дружит с Россией, говорит правильные вещи. И мы вроде как, судя по новостям, положительно к ней относимся. А папа-то у нее чудовищная нацистская мразь. И она сама такая же точно. Папа отличается только тем, что она девочка. А в смысле устройства головы и направленности действий не отличается ничем от крайне правой политик. Нельзя с такими хороводиться. Очень плохо. Тем более, я уж молчу, президент фонда Франко. Кто ему вообще въезд в Россию-то разрешил? Ну, вот давайте еще следующим номером. Президент фонда Гитлера. Давайте его сейчас сплебим у нас где-нибудь в Москве. Во дворце съездов. Ну, я как-то даже затрудняюсь представить, чтобы таковой фонд существовал. А чем фонд Франко отличается? Вообще ничем. А Франко до какого года там правил? До 76-го. Я как-то раз был на канарском острове Тенерифе. И у меня там путеводитель Киндерсли, не помню, хороший путеводитель. Где там домики нарисованы, улицы. Все расписано. Смотрю. Проспект Франко. Думаю, какая прелесть. Я тут же к бабушкам испанским, я говорю, где тут дженераль Франко? И там, крестясь слева направо или откуда они там справа налево. Не знаем. Не знаем. Одних, вторых, третьих. Смотрю, стоят два военных. Я говорю, дженерал Франко. Ху? Я говорю, дженерал Франко. А! Генераль! Так вот же он, елы-палы. Я стремительно туда. Он теперь называется проспект мира. Они расстаются со своим проклятым фашистским прошлым. И там самый главный какой-то фашистский монумент стоит. Франко поставленным. Там идти далеко, он дугой такой. А в конце дороги той стоит монумент. Ну, с виду, даже как-то не поймешь, фашистский он не фашистский. Но стоит. Все, наверное, знают, кто его поставил, чего он обозначает. И всякое такое. У них же там хорошо все с этим делом. Мировая общественность фашиста Франко как-то не сильно осудила. И никого там не ловили. А фашист Франко, как и фашист Маннергеем, вовремя соскочили. Быстрее всех. А так как они были очень сильно заняты внутренними делами, они по-настоящему сильно не успели накурались вовне. И поэтому их карать, ну, как-то было не с руки. Тем более, все были очень сильно заняты друг другом. Потому, что нужно было наказывать как-то с одной стороны нацистов, а с другой стороны наши союзники были страшно озабочены тем, чтобы большую часть нацистов вывести к себе. Потому, что они обладают некими секретиками. И вывезли благополучно. И благополучно вывели их из-под удара. Там пять человек казнили. Кого-то еще посадили. И довольно быстро выпустили. ФРГ нужно было... Потому, что намечался же раскол Германии на две части. Опять же, это идея наших западных союзников. Сталин был строго против этого. Но пришлось разделить Германию напополам. Нужно же было нацистов сажать на трон ФРГ в это время. И посадили Конорда Аденаура. Если кто не знает, он нацист. Он, правда, сказал всем, что я теперь не такой. Но я раскаюсь. И всем понравились. Он всем понравился, Конорда Аденаура. Так было кем заняться. Друг другом, в первую очередь. Поэтому и финнов, и испанцев не стали никак наказывать. Это было просто политически близорука. И Франко в итоге замечательно себя чувствовал до конца своих дней. Фашистом при этом быть не перестал. И вся Испания была засижена беглыми фашистами и нацистами. Ровно как и часть Италии. Они там по ватиканно-мафиозным итальянским путям и через Испанию, через франкистов аккуратненько уезжали и легализовались в Южной Америке. Их там только евреи. Если что, вылавливали. Отлавливали иногда. Кому интересно, на канале есть ролики с Вероникой Юрьевной Коршенинниковой. Можете посмотреть. Там подробно данный вопрос раскрывается. Да. Надо, кстати, продолжить с Вероникой Юрьевной записывать всякое про фашистов. Это получилось хорошо у нас. Мы ж тут записали с Владимиром Николаевичем Барышниковым про Маннергейма. Он книжечку подарил. Я тебе отдал. Очень хороший. Давно не видел я товарища Барышникова. А ведь из одного учреждения происходим. исторического нашего факультета. Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова